МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская и коротко о главном. Казахстанские школы проверяет полиция. Обследование учебных заведений страны инициировало МВД, которая также изучает систему реализации на территории республики оружия и боеприпасов. Около 18 миллиардов тенге выделено на ремонт автодорог республиканского значения Кустанайской области. На каких участках идет реконструкция, а какие участки дорог охватят средним ремонтом, в материале Яны Галла. В Кустанайской области для строительства частных школ и общежитий среди бизнесменов ищут инвесторов. При этом государство готово им за это заплатить. Татьяна Калюшина с подробностями. 800 повторных заражений COVID-19 зафиксировано в Казахстане. А 44 человека заболели коронавирусной инфекцией, получив два компонента вакцины. Такую информацию озвучили на брифинге в столице. Ответили они и на актуальные вопросы, поступающие от жителей страны. К примеру, вакцинироваться аллергикам предлагают под прикрытием антигистаминных препаратов. Пройти иммунизацию рекомендуют также женщинам, планирующим беременность и парам, готовящимся к ЭКО. Тему продолжат наши корреспонденты. 800 случаев повторного заражения COVID-19 зафиксировано в Казахстане. Такую информацию озвучили на брифинге, прошедшем накануне в столице. Эксперты от медицины поделились официальными данными о том, сколько людей заболело, пройдя полный курс иммунизации. Всего в республике Казахстан после получения второго компонента заболело 44 человека. Это официально зарегистрировано? Да, официально. В принципе, каждый случай COVID проводится расследование. И на сегодня, после того, как начали вакцинацию после COVID-19, данный вопрос всегда у нас идет, получал ли человек прививку или нет. С наступлением весенне-летнего периода у аллергиков наступает пик обострения аллергических реакций. Поэтому также специалистов спрашивали и о том, насколько опасно делать прививку этой категории казахстанцев. Здесь эксперты были единогласны и рекомендовали все же прививаться, но под прикрытием антигистаминных препаратов. Вакцины, они противопоказаны для вакцинации именно при обострении аллергических заболеваний. Или если у вас в анамнезе уже была реакция на какой-то препарат, на куриный, допустим, эмбрион или на ранее введенную вакцину. Все остальные аллергические реакции, в том числе полинозы, которые сейчас случаются весной и так далее, не являются противопоказанием для вакцинации. Немало вопросов и у тех, кто планирует беременность либо готовится к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Как пояснил главный репродуктолог страны, вакцинироваться этой категории граждан нужно обязательно. Также он поделился информацией о том, что, к примеру, в Канаде и Израиле уже приступили к вакцинации беременных женщин. В нашей стране пока беременных не вакцинируют. Но если случилось так, что прививку беременной женщине все же поставили, то Вячеслав Лакшин рекомендовал не волноваться, а просто контролировать состояние здоровья. Если женщина не знала, что она беременная, такие случаи, к сожалению, возникают и к нам обращаются, и она сделала вакцину, никаких действий по удалению беременности делать не надо. То есть есть скрининги, во время которых можно увидеть все ли нормально с плодом. И как показывает практика, что женщины, которые переболели ковид в малосимптомной форме или даже с легкими симптомами, у них благополучно все заканчивается. Как рассказал эксперт, в прошлом году возросла материнская смертность. Связано это с тем, что при заболевании коронавирусной инфекцией нагрузка на организм женщины возрастает. Поэтому вакцинация еще на стадии планирования – это единственный выход обезопасить себя. Яна Галла, РТН. С 1 июня можно будет распечатать бумажную версию паспорта вакцинации. Таким образом, его смогут получить не только владельцы смартфонов. Напомним, ранее в редакцию новостей телеканала «Алау» обратились владельцы кнопочных телефонов, которые не могли распечатать паспорт вакцинации. Ведь на сегодня единственная возможность получить паспорт – это мобильное приложение. Соответственно, не имея смартфона, человек распечатать паспорт не может. Эта проблема актуальна не только для нашей области, но и для жителей всей республики. Поэтому над решением этого вопроса работают в Департаменте развития электронного здравоохранения при Минздраве. Сейчас в ведомстве создают паспорт вакцинации с QR-кодом для возможности распечатки. Завершить работу планируют к 1 июня. Распечатать документ можно будет в поликлинике. Другим темам. Полиция Казахстана приступила к обследованию учебных заведений страны на предмет безопасности. Также Министерством внутренних дел проверяются законность реализации на территории Республики оружия и боеприпасов. Все это начато после происшествия в соседней России, в результате которого погибли школьники. В МВД Казахстана по поводу предпринимаемых мер по обеспечению безопасности провели специальный брифинг. Дополнительно обследовать все образовательные учреждения, оснащенные системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками охраны сигнализации и физической охраной, поручил Министерством внутренних дел Республики всем руководителям служб МВД и департаментов полиции. Представители ведомства на интернет-брифинге рассказали, какой комплекс мер и для чего предпринимается и будет принят в ближайшее время. В свете трагических событий, произошедших в городе Казань, особую актуальность приобретает вопрос безопасности детей непосредственно в стенах учреждений. Объекты организации образования сегодня в большинстве отнесены к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении. Еще пару лет назад Министерство образования и МВД утвердили требования к системам видеонаблюдения, обозначили места их установки в школах и детских садах. С тех пор продолжается работа по увеличению количества таких камер. В крупных городах привлекаются специализированные частные охранные организации. Учреждениями образования заключены договоры с охранными фирмами в 11 регионах. Сегодня ими охраняется пока 408 школ. Вводится контрольно-пропускная система. Она включает турникеты и систему электронного допуска. В список запрещенных для проноса в школы предметов уже давно включены оружие, ножи, костяты, рогатки и другие подобные вещи, например, имитаторы взрывчатых веществ или аризольные краски. Сейчас же в республике началась неплановая операция «Кору оружия». Полицейские уже проверяют законы стрелизации оружия и боеприпасов, условия их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия. Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и регистрирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах. Уже выявлено почти 4,5 тысячи зарубежных противоправных интернет-ресурсов, распространявших порнографию, экстремизм, пропагандирующих наркотики, культ жестокости, продажу оружия. Вся информация о них внесена в специальную информационную систему «Кибернадзор» для блокирования доступа казахстанским пользователям. Короткие сроки, по словам представителей МВД, по поручению главы государства совместно с органами образования на антитеррористическую защищенность будут обследованы все, без исключения школы. По окончании обследования в правительстве республики будет внесен пакет предложений по усилению технической укрепленности и пропускного режима в организациях образования. Виталий Луговской, РТР. Около 18 миллиардов тенге выделено в этом году на реконструкцию, ремонт и содержание дорог республиканского значения в Кустанайской области. За счет этих средств продолжат реконструкцию автодороги Коробутак-Кустанай, а также участка от станции Табол до поселка Набережный. Средним ремонтом охватят и другие участки дорожного полотна, в том числе и трассу Екатеринбург-Калматы в районе Пешковки, которая станет платной. Подробности в нашем следующем материале. На проведение дорожно-строительных работ на дорогах республиканского значения Кустанайской области в начале года было выделено 13 миллиардов 300 миллионов тенге. Однако после уточнения бюджета было выделено еще более 4 миллиардов дополнительных средств. Эта сумма позволит сделать средний ремонт на запланированных участках автодорог и завершить реконструкцию на начатых объектах. В их числе и автодорога Карабута-Кустанай. Она разбита на 5 участков. На одном из них от Денисовки в сторону Перелесок работы близятся к завершению. Вот это все сделано было в прошлом году. Осталась только небольшая часть. Сейчас уже приступили к черному покрытию. Уже полностью вот это здесь сегодня завершили и приступили уже ко второму слою черного покрытия. То есть мы этот объект будем уже в июле месяце полностью сдавать. Там остались еще обочины, съезды, уже приведение в соответствие, знаки, разметка. Еще один объект завершат в октябре этого года. Это второй участок дороги Карабута-Кустанай. На сегодня там осталось порядка 10 километров, где положат верхний слой покрытия. Параллельно ведется реконструкция и 5 километров от Рудного в сторону Кустаная. Там работает у нас Кустанай, Желдары. Сейчас они уже приступили к основанию. Отработали 600 метров основания. Я думаю, что в конце месяца, в мае месяца уже начнем мы черное покрытие. Эти 5,1 километров мы также планируем выполнить уже в этом текущем году и сдать эти объекты. Вот мы говорим, первый, второй и 5 километров уже третий объект, который мы в текущем году должны сдать. Кроме того, продолжается реконструкция участка длиной в 24 километра от станции Табол до поселка Набережный. На сегодня там планируется положить черное покрытие в два слоя, после чего в объеме работ останется лишь верхний слой. Сейчас разыгрывается конкурс и на определение подрядчика, который займется реконструкцией участка длиной 19 километров от Рудного до Аятского моста. В этом месте дорожное полотно станет четырехполосным, так же, как и на въезде в Рудный в районе улицы Топорково. Продолжается работа, это 14 километров, это Сараколь в сторону Кокчетава. Ну, вы знаете, у нас там был перелив, много лет, больше 10 лет мы в прошлом году построили мостовой переход. Это в районе Севастопольского. Вот сейчас Паводок показал, что там можно уже спокойно проезжать, вода идет, а мы едем. Кроме того, выделены средства из Национального фонда и на средний ремонт дорог вокруг Кустаная. Работы будут вестись от улицы Абая на развязке к Мехолонии, а также от Кольца в городе Тобл в сторону Мендокаринской трассы. Займутся и участками автодороги в районе поселков Озерный и Пешковка. Трасса Екатеринбург-Калматы вскоре станет платной, поэтому дорожное полотно приводят в надлежащий вид. Алексей Кудрявцев, Диара Хмечин, Яна Галла, РТН. В Саракольском районе аграрии массово приступили к посевной. В этом году здесь намерены засеять почти 328 тысяч гектаров, и это гораздо большая площадь, чем в прошлом году. Завершить работу на полях сельхозтовропроизводители намерены до конца мая. Мои коллеги расскажут подробнее. На полях Саракольского района с 10 мая началась посевная кампания по предварительному плану с учетом диверсификации сельскохозяйственных культур. В этом году здесь намерены засеять почти 328 тысяч гектаров земли, что на 101% больше по сравнению с прошлым годом. В полном ходе будет посев масличный и почему мы переходим на пченицу. Масличный 70 тысяч гектаров в этом году? Да, в этом году. Три года назад сколько было? Намного меньше было, 40 тысяч. 40 тысяч. То есть диверсификации почти два раза подняли? Да, да, подняли. Ну, плановые 70 тысяч, мы думаем, в этом году посеем. Мы планируем. Когда завершите пассивную кампанию? Если оптимально срок, мы, думаю, в концу мая. Аким и Кустанайской области показали поля ТО «Казпроинвест» в селе Комсомольское и Товарищество Мелитопольское в селе Сарыколь, где хлеборобы отметили, что надеются завершить пассивную без особых проблем. Влаги достаточно. Последние замеры были 190 миллиметров. Сойдем в слое? Да, влага соединилась. Три дня назад был дождь. Вот сейчас, как вы видите, небольшой дождь будет. Поэтому влагобеспеченность очень хорошая в этом году. Проблем нету, да, у вас? ГСМ, поставка ГСМ? С ГСМ проблем нету. И вообще организационно район в хорошем, в таком тонусе. В ходе рабочей поездки Аким Кустанайской области Архимед Мухампетов посетил Комсомольскую общеобразовательную школу, где осмотрел капитальный ремонт, проведенный здесь в прошлом году. На это было затрачено больше 72 миллионов тенге. А после Архимед Мухампетов ознакомился с работой детско-юношеской спортивной школы Сарыколя. В 2020 году здесь провели текущий ремонт на 31 миллион тенге. Самая главная задача – это обеспечить массовость поручений президента. И данные поручения послания народа Казахстана в прошлом году, вот в 2020 году, 1 сентября. Сейчас мы финансируем и полностью меняем фарма. То есть в основном деньги будут направляться на занятия спортом массов детей. Госдаказ. Да, потом у США будут, сейчас дополнительные деньги будем выделять. А постепенно уже от команды мастеров будем уходить от этого. Мастера спит на первом месте. Самое главное – инфраструктуру надо развивать. И вот такие вот спортивные объекты, они должны работать во благо населения. В прошлом году была завершена реконструкция разводящей сети водопровода села Сороченко с подключением к Лихачевскому групповому водопроводу. Протяженность нового водопровода – 22 километра. На это из казны было выделено 320 миллионов тенге. В итоге все жители села Сороченко, а их почти 600 человек, получили доступ к питьевой воде. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН. Продолжаем выпуск. В Кустанайской области среди бизнесменов ищут потенциальных инвесторов для создания частных школ и общежитий для студентов. В свою очередь государство готово оплатить бизнесу обслуживание этого объекта и выплаты на проживание студентов или обучение школьников. При этом, если за общежития предприниматели готовы взяться, в регионе есть такие проекты, то, как отмечают чиновники из столицы, со школами реальных инвесторов нет. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Сегодня бизнесмены в Кустанайской области призывали строить общежития и частные школы в рамках государственно-частного партнерства. За последние два года эту программу серьезно упростили. С документами, со СНИПами увеличили сумму госзаказа от государства. Бизнес, построивший общежитие на 500 человек, сможет получить от государства 177 миллионов тенге в год. При реконструкции здания на это же количество человек 70 миллионов тенге. Вы предоставляете услугу, построили общежитие, ввели в эксплуатацию. За то, что вы сделали со своей стороны то, что вам необходимо было, свои обязательства, мы вам выплачиваем 122 МРП. Но помимо наших выплат вы можете вознимать арендную плату, потому что госзаказ – это не выплаты за аренду. Госзаказ – это за предоставленные услуги, любую сумму. Кустанайский региональный университет имени Ахмеда Бойтурсыновой с бизнесменами реализует два проекта по строительству общежитий. В одном, по словам чиновников, все складывается удачно, а со вторым – проект заморозили, хотя на 50% он уже готов. Сейчас идет поиск новых инвесторов для его реализации, а это четыре корпуса по 80 мест каждый. Ищут среди бизнесменов и тех, кто возьмется за строительство и реконструкцию зданий под частные школы. По данным экспертов, предпринимателям и в этом упростили работу. Не нужно иметь собственных столовую, библиотек, спортзалов. Можно заключить с уже работающими в этих сферах учреждениями договоры. Директор частной школы Елена Венгерская признается, что готова работать в рамках новой программы, но пока у нее не получается. Мы не можем ввести акт ввода, потому что на мини-центре в Кустанай есть все снайпы, снайпы, все, что нужно есть. Как только касается частной школы, они хотят акт ввода делать для того, чтобы пустить как частную школу. В том году я построила двухэтажное здание, сейчас я буду достраивать, но никак у меня нет контакта. Поэтому я лично бы хотела с вами встретиться и дальше поговорить. У нас есть желающие, у нас хотят это делать, но что-то у нас где-то пропусковка. Представители Министерства образования отметили, что возьмут ситуацию под свой контроль. При этом в Кустанайской области отмечается дефицит мест в школах и общежитиях. К примеру, две тысячи студентов сейчас стоят в очередях на жилье во время учебы. Ханзан Рупиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Другим темам. В новом триатлон-парке появилась березовая аллея. Она получила название «Аллея молодой семьи». Там кустанайцы высадили 75 саженцев в рамках экологической акции «Киелета Бегат». Приняли участие в ней волонтеры, представители молодежных организаций и молодые семьи, приурочив это ко дню семьи, который отмечался минувшую субботу. «Показываем сейчас, как высаживаем деревья. То есть сначала немного налили воды, потом саженец берем, устанавливаем как можно глубже, насыпаем немного сверху землей, и немного нужно будет утрамбовать, чтобы какого-то там вакуума не было». После проведения инструктажа ребята принялись за высадку. Посадить деревья сегодня собрались представители молодежных организаций. Около 30 человек. Волонтеры, молодежный ресурсный центр и молодые семьи. Высадку аллеи приурочили к Международному дню семьи. «Наш новый триатлон-парк, который еще не введен в эксплуатацию, но в любом случае тут уже есть что показать. И решили мы с волонтерами нашей области, с молодыми семьями, с активной молодежью, со спортсменами, любителями бега Костанай-раннерс. Здесь и МРЦ присутствует. То есть вся активная молодежь решила сегодня почистить этот парк и посадить 75 саженцев». Александр Донец – любитель бега. Сегодня он тоже присоединился к экологической акции. Каждый день он выходит в парк для пробежек, а также гуляет тут со своими детьми. «Решили облагородить парк, посадить деревья, так как еще не до конца засаженные территории здесь. Сами постоянно здесь бегаем, с семьями гуляем, с детьми. Много вообще людей сейчас сюда приходит. Решили озеленить парк». «Вы будете давать имя вашему дереву?» «Да, можно было бы. Вообще в идеале своим именем, но это будет как-то славно слишком. В честь, в честь, в честь Алии Молдогуловой. Прекрасно. Через 10 лет придешь и будет здесь большое-большое дерево. Имени Алии Молдогуловой?» «Да». Организаторы уверены, что такая акция полезна для молодежи. А что думают об этом сами молодые люди, мы решили узнать у них лично. «Делаем доброе дело и сажаем деревья, чтобы процветала земля наш. Вот для этого пришел». «Это правое дело, правильное дело, я считаю. Экология сейчас актуальна. Нужно гулять больше на свежем воздухе. Вот это замечательное место. Нужно больше деревьев. Вот это все для здоровья нас и наших соотечественников». О Кирке любитель бега на свежем воздухе посадить дерево пришла со своим племянником и считает, что для подрастающего поколения подобные мероприятия очень важны. «Я пришла сегодня с племянником, ему 9 лет. Я считаю, что это дерево будет, наверное, символом развития нашего города в первую очередь. Также, наверное, будет символично, что мой племянник будет бегать. Наверное, будет бегать, да, даже если не бегать, то есть гулять и говорить своим друзьям в том числе, что это он принимал участие в том, что здесь происходит». Экологическая акция «Киэля Табират» продлится в течение месяца. В рамках нее молодые активисты и волонтеры облагораживают общественные места города. На прошлой неделе это были пляжи, а на этой – парке. Хамзан Урпийсов, Алияда Смагомбетова, РТН. День семьи в минувшие выходные праздновала в большом кругу семья из Житикары. Турсуновы известны не только в родном городе, но и далеко за его пределами своими музыкальными талантами. Они победители многочисленных конкурсов, а глава семейства даже сочинил гимн Житикары, который стал популярен и исполняется на разного рода торжествах в Житикаринском районе. В гостях у музыкальной семьи побывала наша съемочная группа. Семья Турсуновых наверняка не была бы такой музыкальной, если бы не ее глава, доктор Бай Турганович. С самых юных лет он проявил себя как талантливый человек. Победитель айтысов разного уровня, солист ансамбля казахских инструментов имени Курмангазы, композитор и поэт. В таком же творческом духе со своей супругой они воспитали шестерых детей, двенадцать внуков и троих правнуков. В шестьдесят в третьем году организована была айтыс районный. Я первое место занял тогда. Самый молодой был студент почти. Организовал хор из состава. Шестьдесят человек заняли первое место в Житикаре. Кустаная в девяносто третьем году первое место заняли по семейным ансамблям. Каждый из семьи Турсуновых развивался творчески не только в рамках семейного ансамбля. Старший сын Асалбек Турсунов, работая в таможенных органах, завоевал гран-при в первом республиканском фестивале художественной самодеятельности, исполнив со своим коллегой композицию собственного сочинения. В составе жюри тогда были известные музыканты и вокалисты Бибегуль Тульгенова, Алтенбеку Разбаев, Искендир Хасангалиев. Вся жизнь нашей семьи, большой, скажем так, семьи неразрывно связана с музыкой, с танцами. У нас шестеро детей, трое сыновей, трое дочерей. Сейчас наши традиции, традиции дедушек, родителей продолжают наши дети и наши внуки. Вклад этой семьи в развитие города и района неоценим. Доктор Бай Турганович в 2007 году сочинил гимн города Житикары, который был исполнен на открытии областной спартакиады. С тех пор он звучит на всех городских мероприятиях, районных мероприятиях, юбилейных, это и 70-летие Житикаринского района, 80-летие, юбилей города, различные какие-то другие мероприятия. И по сей день этот гимн звучит. В 1990 году в семью Турсуновых снохой пришла Алия. Она с радостью вспоминает моменты, когда всем семейным ансамблем они выходили на сцену. Со временем, как я пришла в эту семью, песни всегда с нами. Есть песни, когда мы можем спеть и всплакнуть, есть песни, которые мы можем спеть и порадоваться. В общем, вот так вот с песней по жизни и идем. Из поколения в поколение передает эта семья главные традиции предков. Народные песни, которые напоминают об истории нашей нации. И каждая ветвь этой большой семьи развивает и еще много лет будет развивать направление семейных ансамблей в районе. Наталья Луговская, присодействитель компании «Акцент». Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok